В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плюс один сад в системе госкорпорации. Гвоздичка выиграла конкурс проекта «Школа Русатома». Праздник к нам приходит. На елке в парке Сосина зажгли огни. Вкусные истории. Проект молодежного центра «Инклюзивная кухня про вкус» подошел к концу. Далее расскажем обо всем подробно. Детский сад номер 30 «Гвоздичка» стал сетевым детским садом «Школа Русатома». Финал конкурса проходил в городе Снежинск. Испытания были непростыми, и нестандартные задания требовали быстрого и творческого реагирования. Подробности далее. Это был долгий, тернистый и очень интересный путь. Идея стать сетевым детским садом у коллектива 30-го детсада «Гвоздичка» возникла не сразу. Впервые об этом проекте они узнали в 2016 году и решили принять в нем участие. Первый блин вышел комом. Педагог не смог попасть в полуфинал. Однако начало было положено. Первый опыт был у нас неудачен. Но другого результата мы не ожидали, так как эта область была для нас непонятна, для педагогов, работающих по традиционным технологиям. Но упорство и труд привели нас к высоким результатам. Две стажировки на базе нашего дошкольного учреждения. Победа в командных конкурсах. Участие в работе стажировочных площадок в городах в присутствии госкоорборации «Русатома». Приобретенный опыт помог достойно показать себя в конкурсе профессионального мастерства проекта «Школы Русатома». За право стать сетевым детским садом проекта сражались пять детских садов, пять профессиональных управленческих команд. Нестандартные задания требовали быстрого и творческого реагирования. По итогам конкурса четыре дошкольных учреждения вошли в инновационную сеть, в том числе и команда Саровского детского сада. Став победителями данного конкурса, на нас возлагается большая ответственность. Теперь педагоги нашего дошкольного учреждения должны выполнять сетевые стандарты школы «Русатома». А это шесть позиций, которые обязательны к выполнению. И самое первое – это то, что в детском саду должна жить игра. Должно быть право у детей делать выбор, самостоятельный выбор своей собственной деятельности. Детский сад получил солидную грантовую поддержку, которую направят на строительство среды «Опенспейс». В Доме учителя торжественно наградили участников городских конкурсов профессионального мастерства педагогов. Среди тех, кто получил дипломы и памятные подарки – современный учитель начальных классов, обладатель лучшего интернет-ресурса педагога, классный руководитель года 2022. Подробности далее. Учитель – это судьба, которая не может быть лучше. Она огнем зажигает сердца, теплом согревает душ. Я очень рада, благодарна судьбе, что я учитель. Молодой педагог Центра образования Александра Стрижова в первый раз участвовала в городском конкурсе «Современный учитель начальных классов». В качестве конкурсной работы она отправляла на суджюри видеозапись открытого урока по математике для учеников первого класса. Подготовка к конкурсу далась Александре Вадимовне непросто, но на этом пути учителя поддержали, коллеги и руководство учреждения. В итоге в этом году Александра Стрижова стала лучшим современным учителем начальных классов. Одна бы я не справилась, нужно было снять урок, потому что ты его одна не снимешь, нужны были коллеги. И большое спасибо им за помощь и за то, что администрация меня выделила и поверила, что я смогу. Для классного руководителя пятого класса третьего лицея Татьяны Шалдамановой участие и победа в конкурсе «Классный руководитель года 2022» – первый и очень значимый опыт. Конкурс проходил в два этапа – презентация педагогического опыта, видеовизитка, демонстрация открытого классного часа. На мероприятии педагог поговорила с детьми на актуальную тему – утилизации и переработки мусора. Я первый раз принимаю участие в такого рода конкурсах. Но в первую очередь я это делала, скажем так, нисколько ради себя, а сколько не доказать, что я что-то могу, а ради лицея родного, где я давно работаю, и ради детей, родителей, чьим классным руководителем я являюсь. Своего пятого года. В качестве итогов года в Доме учителя прошло награждение победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства педагогов. Дипломами и подарками наградили самых активных работников образования, которые не побоялись попробовать себя в новых формах работы и показали отличные результаты на городском уровне. Сегодня в образовании остаются две категории людей. Первая категория – это влюбленные в свою профессию, не представляющие себе жизни без нее. И вторая – которые пытаются понять, ваша ли эта история. Вот я хочу, чтобы из категории, если вы относитесь или ваши коллеги относились к той, которые пробуют вашу ли эту историю, точно переходили в тот разряд, когда вы без этого не можете жить. Потому что все остальные уже разбежались. Поэтому это действительно так. И мы сейчас остаются только те, на ком действительно держится система образования. После торжественной церемонии награждения все участники мероприятия сделали общую фотографию. Традиционный новогодний легкоатлетический пробег пройдет в Сарове 31 декабря в 18.00. Принять в нем участие могут все жители города. Дистанция – 3 километра. Стартуют бегуны с площади Ленина. Желательно быть в новогодних костюмах. По традиции все участники получат призы от Деда Мороза и Снегурочки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове начали ямочный ремонт дорог из-за последствий непогоды. После ледяных дождей и оттепели оперативный ремонт дефектов на ряде дорог необходим. Устраняют дефекты дорожного полотна при помощи рециклера. С ним работу можно вести при температуре до минус 15 градусов. Это всего лишь временная мера, чтобы до наступления тепла яма не разрасталась. Полноценный ремонт сделают весной. Сообщить о наиболее разбитых участках дорог можно к телефону специальной горячей линии 9-93-38 и 9-77-54. Свиной грипп обнаружен во всех регионах России. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа, на которые приходится 76,5% заболеваний, уточняет Роспотребнадзор. Среди симптомов высокая температура, боль в мышцах и суставах, головная боль, упадок силы, лихорадка, насморк, кашель и боль в горле. Болезнь, как и дельта штамм коронавируса, может поражать легкие и вызывать серьезные осложнения. В группе риск пожилые, лица с хроническими заболеваниями, дети до 5 лет и беременные женщины. Помочь защититься может вакцинация. Прививку можно сделать и сейчас, поскольку к концу зимы прогнозируют вторую волну свиного гриппа. ДТП с пострадавшим произошло в Сарове 27 декабря. Вечером на перекрестке улицы строителя Захаровой и проспекта Музруково водитель женщины за рулем Шкоды при повороте налево не уступил дорогу Ладе-Калине. Отечественный автомобиль ехал во встречном направлении прямо на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадала пассажир Лады Гранта, 19-летняя девушка. После осмотра врачу мы ее отпустили домой. Волшебный праздник стал еще ближе. По традиции в канун Нового года на Больших Елях в парках проводят торжественное зажжение огней. В парке Сосина огни на елочке зажгли Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка вместе со сказочными помощниками. На праздники побывала и наша съемочная группа. Самый волшебный и добрый праздник уже на пороге. Особенно его ждут маленькие саровчане. Новый год для ребят приближают взрослые. Ежегодно для горожан проводят торжественное зажжение огней на Больших Елях в парках. На праздник приглашают всех желающих. За что ты любишь Новый год? Что тебе больше всего в нем нравится? Из снега можно сделать снеговик. Дедушка Мороз с снегурочкой. А почему? Потому что они дарят подарки, веселье. Пусть все я люблю, когда приходит Дед Мороз. Подарки мне тоже нравятся, но пусть все я люблю, когда приходит Дед Мороз. Подарки! А еще? Из Дед Мороз. Каникулы больше всего. В этом празднике всем приносят подарки. То, что новогоднее настроение, снег падает, может в снежки играть. Мне он нравится, потому что все родные и близкие собираются рядом. А чего еще интересного? Что в Новый год сбывается чудо. Первые огни на еле зажгли в детском парке Насосино. Церемонию зажжения провели Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка вместе со сказочными помощниками. Свети! Сияй! Громче! Гори! Насыщенную программу для горожан подготовили в праздничные дни. В новогоднюю ночь парк Зернова ждет гостей. Массового мероприятия не будет, однако с часу до трех горожанам будут доступны праздничные локации, фотозоны, а также большое чайное застолье с самоваром и баранками. Начиная с 3 января и по 6 включительно ежедневно, в час дня и в 15.00 мы ждем нас нежные фантазии. Будем водить хороводы, играть зимние забавы, петь песни и естественно поздравлять друг друга и всех гостей парка с наступившим новым 2023 годом. В конце праздника все желающие могли сделать памятное фото с Дедом Морозом и Снегурочкой. Анна Перепец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Проект молодежного центра «Инклюзивная кухня про вкус» подошел к концу. Финальной точкой стала кулинарная презентация «Вкусные истории». Участники продемонстрировали навыки кулинарии, которыми овладели за 4,5 месяца реализации проекта. Легкие воздушные десерты, полезные салаты, холодные закуски, питательные супы и вторые блюда. Уже второй год ребята с ограниченными возможностями здоровья познают тайны кулинарии под руководством шеф-повара Татьяны Расторгуевой. Ее подопечные научились готовить не только привычную для русского человека еду. Теперь они могут порадовать своих домашних и изысканными французскими или итальянскими блюдами. Работать совершенно не тяжело, интересно, увлекательно. Ребята все очень классные. Мы подружились и всегда рады видеть друг друга. За год существования инклюзивная кухня настолько хорошо себя показала, что этот проект решили представить на конкурс грантов «Драйверы роста» в Нижегородской области и выиграли его. Целей у инклюзивной кухни несколько. Во-первых, популяризировать правильное питание среди молодежи с ограниченными возможностями. Ребята учились готовить практически без использования сахара и соли, правильно сочетать продукты. Во-вторых, молодые люди овладели необходимыми социально-бытовыми навыками. В планах организаторов в дальнейшем адаптировать этот проект и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Нам уже подходили родители и просили вот этот проект адаптировать еще и для детей. Для детей с особенностями развития, чтобы они тоже научились как-то реализовывать себя в домашних условиях. Потому что развивать социально-бытовые навыки достаточно сложно. И очень часто родители постараются вроде бы помочь ребенку или помочь молодому человеку. Но на самом деле они начинают все делать за него. И в итоге растает молодежь, которая, к сожалению, ничего не умеет делать по дому. А это просто необходимо. Финальной точкой проекта стал своего рода экзамен. Участники инклюзивной кухни приготовили ароматный плов с восточными пряностями и нежный творожный мусс с вишней. Своими кулинарными шедеврами они угостили родных и близких, которые пришли на дегустацию. Новогодний турнир между воспитанниками спортивной школы «Саров» прошел в Ледовом дворце. За победу боролись и начинающие спортсмены, и опытные хоккеисты. С начала первого периода хоккейная команда «Саров-1» вырвалась вперед и повела игру. К третьему игровому отрезку разница очков между командами соперников была уже очень большой. Казалось, для команды «Саров-2» исход очевиден. Но юные хоккеисты поднажали и начали вырывать лидерство у «Сарова-1». В финале новогоднего турнира по хоккею команда «Саров-2» уступила соперникам всего на одну очко. Итоговый счет игры – 9-8. Игра была напряженная. Сначала мы проигрывали, а потом мы начали забивать голы. Ну и еще когда был второй период, у нас, ой, третий, у нас снимает «Вторя», и мы забиваем еще один гол. Не видно было проиграть? Нет, игра все-таки, ну, типа «Саров» против «Сарова», не соперники. Игра очень понравилась. Мне кажется, то, что игра была, ну, не очень честная. Не очень честная почему? Потому что было за одну команду играло очень много 12-х, а за нас всего 6-12-х. Наш успех в том, что мы самые сильные, что у нас есть хороший бродярь. В преддверии Нового года турнир по хоккею прошел для юных спортсменов 2012-2014 годов рождения. Праздничные игры на льду стали традиционными для воспитанников Ледового дворца. На них ребята демонстрируют, чему научились за год обучения и закрепляют приобретенные знания. В этом турнире дети, во-первых, развиваются, у них между собой коллективизм вырабатывается, ну, и, как говорится, соревновательный дух. Хотя на льду играли ребята из одной спортивной школы, борьба за победу была напряженная. Победители турнира, хоккейная команда «Саров-1» много тренировались и серьезно готовились к предстоящим соревнованиям. И успех не заставил себя ждать. Я тренируюсь, это самое главное, ну и желание. Я тренируюсь еще в 2010 году, где есть там, ну, в росте лучше, и я к этому тренирую, хорошо готовлюсь. Желание, это главное желание, потому что без желания не будет ни гола, ни атати и никаких успехов. Я думаю, игра пришла хорошо, но я забил два гола, но мы выиграли. Мы играли дружно в команде и слушали друг друга. После турнира все юные хоккеисты получили призы и сделали общую фотографию на память. Хотелось бы поздравить всех мальчиков, всех воспитанников школы Ледового дворца с наступающим Новым годом, пожелать спортивных успехов, всего самого наилучшего. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!